фреза прямая пазовая 3 сантиметра ровно фреза таким вот образом проходим обмазываем наши световые линии привет тема сегодняшнего видео световые линии у нас есть здесь потолок на кухне в которой нужно будет строить вот такие вот профиля с экраном это не встраиваемые треки но они должны быть по плоскости запад лицов с гипсокартоном будем фрезеровать гипс здесь простые элементы то есть два простых трека не надо ничего резать углами то есть просто на простом кто уже делал может потом в комментариях предложите какие-то свои варианты я покажу как мы делаем световые линии как мы это монтируем фрезеруем чем фрезеруем и как мы потом это вклеиваем и отрабатываем значит вот у нас вот такие профиля алюминиевые три сантиметра на сантиметр в глубину два метра в длину два метра они значит со стока идут завода длиной два метра и два метра они у нас по проекту врезать нужно будет в потолок перед тем как монтировать потолок профиль видите прокручена линии прокручена по краю то есть прокручена по краю профиля для того чтобы в середине когда у нас пройдет в этом месте значит эта линия для направляющей под фрезер вот здесь вот середина будет трека и у нас когда мы от фрезеруем в глубину у нас с краев держат шурупы у нас ничего нигде не треснула то есть вот вот именно в этом месте у нас профиль точно так же и на втором треке вот это помещение окно потолок слева и справа две световые линии вот у нас проект вот окно и вот два вот эти трека у меня есть фрезер вортекс до вортекс почему потому что для работ по фрезеровке гипсокартона убивать макиту все-таки вот в эти места где-то все равно попадает гипс он сушит смазку подшипника и это все приходит потом в негодность фрезер довольно старенькая модель как фильме терминатор до 6 там по моему когда шварц говорит старый но не бесполезный фреза прямая базовая 3 сантиметра ровно фреза будем фрезеровать за два прохода 5 миллиметров за первый проход и потом сантиметр за второй проход учетом с учетом от края фрезы до края фрезера померили расстояние тут получилось 6 сантиметров 3 миллиметра и эта линия что я показывал по ней будет крутиться правила направляющая и это у нас будет упор и у нас пройдет как раз 3 сантиметра вот так между этими линиями не попадая на шурупы так прикрутили правила по линии у нас здесь на краю трека вывод провода фрезер к нему не дойдет до края самого и там будем отрабатывать уже мультитулом до конца нам нужно сделать так чтобы потом этот провод когда подключится диодная лента его можно было запихнуть туда за гипсокартон фрезер подключили провод примотали на скотч с удлинителем под ногами не цеплялся в режим авто и погнали ребятки не снимал я весь процесс все-таки пыльно какой бы пылеотвод не был там уже получается из паза выкидывает выкидывает из паза поэтому часть показал принцип вы поняли да вот отфрезеровали вот эти вот лохмотья которые у нас по краям получились их отогнули наждачечку таким вот образом проходим это пол глубины то есть лучше сейчас эти лохмотья убрать чтобы они не мешали потом тянуть фрезер на всю глубину на сантиметр и так прорезали на всю глубину значит как это вообще выглядит берем наш профилок и вставляем его сюда чуть чуть мы глубже сделали для того чтобы посадить на фиксал то есть толщина клея выровняем все заподлицо с гипсокартоном у нас остались вот такие зоны здесь вокруг естественно а вот с этой стороны сантиметров около десяти сейчас прочерчим прочеркнем прочеркнем линию и будем дорезать мультитулом по длине вот этой насадкой прорежем получается пила у нас со всех сторон уже саму плоскость вот этой снимем просто так парни вот так она примерно будет да сейчас просто вставил проверить как по длине вошло вот так вот так вот так тут под провод естественно значит потом пропылесосим все это загрунтуем и вклеим заподлицо с гипсокартоном когда высохнет клей снимем фаску небольшую по краям сейчас не снимаю чтобы легче было позиционировать еще раз прогрунтуем и отработаем 89 все вот эти примыкания потом маскируем пенопластом все в принципе как у меня видео по трекам маскируем пенопластом закрываем заподлицо и потом работаем с потолками так треки просохли сейчас разошьем фасочку сделаем небольшую таким образом обмазываем наши световые линии так значит зашпаклевали два раза шлифанули загрунтовали и сейчас будем наносить базовую шпаклевку полтора метровым провелом крест-накрест парню значит оттянули мы потолок крест-накрест как я говорил вот таким вот правилом у компании smith приобреталась полтора метровая крест-накрест прошлись подкорректировали малейшие какие-то изъяны то есть вот сделали базу так наносили шпаклевку с безвоздушника с хвибана полтора года пашет он работает ничего еще не меняли ремкомплекты не меняли все нормально работает андрюха наносил я с ходулей оттягивал потолки очень быстро удобно все это отшлифуется и потом перепакуется то есть мы вырежем вот этот пенопласт который здесь есть перепакуем его чтобы потом при поклейке холста у нас конкретно была видна четкая граница краев трека все потом стеклохолст потом финишная шпаклевка все это прорежется аккуратненько и перед покраской уже будет перепаковка последняя перепаковка уже будет просто малярным скотчем когда это все откраситься снимется скотч полярный и вот таким смонтируется лента естественно светодиодная и вот таким вот экраном пленочки у нас все это закроется защелкнется будет у нас белый потолок белый экран включаем свет и у нас будет гореть рассеянный такой свет вот весь в принципе эффект световых линий снимать поклейку холста всю эту тему не буду все тут и так понятно касательно монтажа в принципе я информацию вам донес все с вами как всегда был канал о ремонте отделки про семинар брест меня зовут юрий надеюсь информация была полезной если так ставим пальцы вверх не забываем подписываться на канал желаю вам всем удачи крепкого здоровья до скорых встреч